Здравствуйте! Вы смотрите новость МТРК. В студии работает Александра Солмина и сейчас коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День знаний 1 сентября праздновали все учебные заведения страны. В районе имени Габита Мусрепова в этот день сдали в эксплуатацию новую школу. Получать образование в ней будет около сотни ребят. На открытии побывал Акимобласти Ерик Султанов и наша съемочная группа. День знаний стал по-особенному праздничным для 90 ребят района имени Габита Мусрепова. Начало учебного года они встречают во дворе нового здания Буденновской школы. 15 ребят здесь будут посещать мини-центр, 75 получать среднее образование. В церемонии открытия учебного заведения принял участие глава региона Ерик Султанов. Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Двойне приятно поздравить вас с открытием этой прекрасной, просторной школы, отвечающей всем необходимым современным требованиям и стандартам. В честь праздника Акимобласти преподнес подарок школьному коллективу – ключи от автобуса. А еще вот такие книги от имени президента Казахстана каждому первокласснику. В их числе Айлин Рахмежанова. Ее мама возлагает большие надежды на свою маленькую ученицу. Сегодня у нас очень радостный день. У меня две дочери идут в эту школу, в первый и в третий класс. Мы очень рады, что школа большая, красивая. Первый корпус Буденновской школы построили в 1964 году. За полувека она устарела, стала аварийным и не отвечала современным требованиям. Долгое время мы занимались в таком приспособленном помещении. Кабинетов было недостаточно. Сейчас у нас 15 классных комнат. У нас две мастерские, кабинет информатики, самопознание. Ну а самое главное для наших ребят спортсменов – это спортивный зал. Открытие новой школы стало важным событием для жителей всего района. Я ученик 11 класса и мне выгодно закончить хорошо школу, поступить в ВУЗ. И в этой школе, я надеюсь, будут все условия, чтобы хорошо поступить. И вот торжественный момент. Акимобласть Ерик Султанов разрезал праздничную ленту. Затем глава региона ознакомился с материально-технической базой учебного заведения. Прошел по кабинетам, побывал в лабораториях. Кстати, в школе их две – по химии и физике. Отмечу, сейчас в районе имени Габита Мосрепова 48 школ. В них учатся почти 5700 детей. Ольга Загоруйко, Ирина Панфилова, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Самый первый звонок прозвенел и в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления. Она открыла двери почти для 500 одаренных детей. За партой здесь сядут школьники с 7 по 11 классы. А готовить их будут сильнейшие педагоги не только Казахстана, но и дальнего зарубежья. Наша съемочная группа познакомилась с новоиспеченными студентами самой престижной школы страны. Нарядные и с цветами. Праздник знаний на пороге Назарбаев интеллектуальной школы встречают 459 юных североказахстанцев. Все ребята прошли серьезный отбор. Из 2000 учащихся со всего региона только четверть доказала, что именно они достойны здесь учиться. И вот они в одном из самых престижных учебных заведений страны. Ваша школа располагает всем необходимым для организации эффективного, продуктивного учебно-воспитательного процесса. Сегодня здесь сформирован высокопрофессиональный педагогический состав, укомплектованное самое современное передовое оборудование и материально-техническая база. Дорогие ребята, вы родились в годы становления и укрепления независимого нашего Казахстана. Именно вы должны стать двигателем нового курса развития страны. И преподаватели должны соответствовать уровню учебного заведения. Чтобы работать здесь, все они прошли специальные курсы. Сегодня их торжественно посвящают в учителя Назарбаев интеллектуальной школы. Вручают шарфы с логотипом. 130 лучших педагогов области. Вместе с ними здесь будут работать их опытные коллеги из-за рубежа. Восемь преподавателей приехали из Великобритании, ЮАР, Южной Америки. Я приехал из Соединенного Шарта в Америке. Я буду здесь учить английский язык. Президент Назарбаев хочет вкладывать много денег для того, чтобы дети лучше учились, и чтобы Казахстан так поднимался. И мне очень понравилась эта идея. Так что мне кажется, что для меня это будет уважение для того, чтобы учить и работать с этими детьми. Теперь ребят посвящают в студенты. Им вручают специальные значки с эмблемой Назарбаев интеллектуальной школы. Зеленый росток символизирует молодость, расцвет и творческое начало. Получила такой и 11-классница Казжибека Скакова. В будущем она хочет стать стоматологом, поэтому возможность поступить в школу химико-биологического профиля упустить не могла. Говорит, знания, полученные здесь, открывают большие перспективы. Когда мы станем выпускниками 12-го класса, у нас будет аттестат международного значения, который позволит нам поступить в вузы не только нашего Казахстана, но также всего мира. Это, мне кажется, мечта любого ученика, потому что эта дорога в наше будущее. И, учаясь в этой школе, можно стать достойным гражданином нашей республики. И вот самый долгожданный момент. Звенит первый звонок. Студенты и преподаватели подготовили большую праздничную программу. Танцы, песни, яркий флешмоб и первая школьная акция «Поверь в мечту». Ребята загадывают самое заветное желание и отпускают воздушные шары в небо. А теперь для родителей и гостей экскурсия по школе. Преподаватели показывают учебные классы. Всего их 62. Здесь будут изучать нано- и биотехнологии, робототехнику, техническое моделирование. Познакомилась с условиями в новом учреждении образования семья Жауля Дбаевых. Их младшая дочь Осель будет учиться здесь, в 11-м классе. Наша дочь, наша гордость поступила в Назобаевскую интеллектуальную школу. Я думаю, что здесь действительно очень учатся все одаренные дети. Мы видели, что здесь преподаватели с Америки приехали, с разных стран. Все для детей, все удобно. А студенты тем временем сели за парты. Уроков сегодня у них не будет, пройдут классные часы. Здесь ребята познакомятся с преподавателями и новыми друзьями. А уже со 2 сентября начнутся занятия. Кстати, Петропавловская Назарбаев интеллектуальная школа стала 18-й в Казахстане. Всего их в стране 20. Александра Салминат, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК. В первый класс в этом году пошли 2800 юных петропавловцев. 120 из них будут ходить в школу-комплекс национального возрождения номер 17. С началом учебного года ребят поздравила Ким Петропавловская Марата Смаганбетов. На торжественной линейке побывала и Ольга Загоруйко. Школа-комплекс национального возрождения номер 17. На протяжении многих лет здесь реализуют республиканскую политику межэтнического согласия. В учебном заведении 9 национальных отделений, в которых занимается более 200 учащихся. Национальные отделения у нас функционируют с дошкольного возраста и до студентов. Это не только учащиеся нашей школы, это студенты колледжей, вуза нашего СКГУ имени Монаша Козыбаева, а также из всех школ города. Накопленные знания о культуре разных народов демонстрируют самодеятельные коллективы. Праздничным концертом они открывают учебный год. С Днем Знаний поздравил учащихся Аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов. Он отметил вклад учителей в сферу образования. Педагоги школы в 2014-2015 учебном году внесены в международную энциклопедию «Лучшие в образовании». Отрадно отметить и тот факт, что педагог школы Тухватулина Ирина Наилевна была делегатом 22-й сессии «Манглик-Ель-Бр-Ель-Бр-Тар-Дер», где успешно выступила перед президентом республики Казахстан Руссана Вишчим Назарбаевым. Особое значение День Знаний имеет, конечно, для первоклассников. Своими впечатлениями о школе они поделились в стихотворной форме. «Раздник солнечный, веселый, сердце радостно стучит, ученик начальной школы – это здорово звучит». И вот звенит первый в этом году школьный звонок. Учащиеся расходятся по кабинетам. Свой первый школьный урок они проводят по книге «Минэнотанам. Казахстан». Это подарок президента Нурсултана Назарбаева. Кстати, эту книгу сегодня получили все первоклассники страны. Она красочно оформлена. Здесь много фотографий. Доступным языком рассказывается о республике, а также о семейных ценностях. Сегодня нам подарили книги красивые. Теперь мы будем хорошо учиться. Я люблю в школу ходить. Мне нравится. Урок по теме «Моя родина, Казахстан» стал первым для 120 учащихся 17-й школы. Здесь шесть первых классов. В Петропавловске в этом году первый раз за партой сели 2800 детей. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Сейчас реклама на МТРК. Сразу после мы продолжим рассказывать о самом важном. Не пропустите. Долгожданное предложение от строительной компании «Казградстрой». Вы хотели продать свое вторичное жилье и купить квартиру в строящемся комплексе «Кызлжар», но рынок недвижимости диктует свои правила и спроса абсолютно нет? «Казградстрой» идет навстречу своим клиентам. Мы готовы рассмотреть ваше вторичное жилье в качестве вступительного взноса в строящемся 12-этажном доме жилого комплекса «Кызлжар». Любые квартиры, в любом районе, на взаимовыгодных условиях. «Казградстрой» воплощает мечты в реальность. Спасибо, что не переключаете канал. Мы продолжаем. Откормочные площадки на 2800 мест и племенные хозяйства-репродукторы на 1700 голов откроются в Северном Казахстане до конца этого года. Такие планы намечены в рамках проекта развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота. С начала года в нашем регионе было создано 5 племенных репродукторов на 1368 голов и 5 откормочных площадок на 1900 мест. Активно покупают североказахстанцы скот по госпрограммам. По данным Управления сельского хозяйства, по Сыбаге приобрели более 1600 голов крупного рогатого скота и почти на 200 меньше по программе «Кулан». А вот в рамках Алтына-Сык сельчане закупили свыше 4000 голов овец. Продолжаем тему. Животноводческий комплекс с современным доильным залом на 1000 голов появился в районе имени Габита Мусрепова. Открыть его планируют в хозяйстве Неженко-Ярке. Моя коллега Гульнара Кали побывала в этом крупном агроформировании, где уже много лет разводят молочный скот чернопестрой породы. Развитием животноводства в хозяйстве Неженко-Ярке занимаются уже более 20 лет. Это одно из крупных агроформирований района имени Габита Мусрепова. Здесь содержат порядка 1500 коров чернопестрой породы. Это молочный скот. Завезли буренок из Белоруссии. Ежедневные надои молока здесь превышают 6000 литров. Закупает сырье компания «Маслодел». На сегодняшний день для развития животноводства позволяют все условия. Это дотация государства, востребованность молока и мяса. Мы занимаемся только селекцией. Покупали сначала американское семя, сейчас покупаем семя германское. Вот, значит, пород, значит, чернопестрых пород. В этом году здесь планируют построить животноводческий комплекс с современным доеденным залом «Елочка» на тысячу голов. Стоимость проекта превышает 2 миллиона тенге. Запуск намечен на следующий год. Документация, все, которое нужно было, мы все это прошли. Значит, сделали, значит, все разработки, которые позволяют для того, чтобы это построить. Каза «Агрофинанс» нас финансирует. Начнем с этого года уже закладывать фундамент. В хозяйстве Ниженко-Ирке своя кормовая база. Порядка 3000 тонн сена, 5000 сенажа уже заготовили. Идет уборка урожая. Общая пассивная площадь – более 21 тысячи гектаров. Благодаря слаженной работе коллектива, а это 350 человек, предприятие развивается динамично в новых экономических условиях. Заработная плата устраивает. Здесь все условия есть. Весь штат укомплектован специалистами. Для своих рабочих в хозяйстве строят вот такие современные дома со всеми удобствами. Кстати, недавно в рамках программы переселения из Южного Казахстана прибыли 5 человек. Проблем с жильем у них не возникло. Также 5 лет назад на территории сельской школы Мурад Джамабаев построил теплицу из стеклянных бутылок. Понадобилось 147 тысяч штук. Бутылки горлышками друг к другу. Идея была собрать эти бутылки, чтобы нигде не валялись. Видели по телевизору, что во многих странах строят с пустых бутылок здания. Как бы вот мы решили построить теплицу. Выращивают овощи в теплице круглый год. Собирают урожай для школьной столовой. Гульнара Кали, Владимир Боровков, Новости МТРК. Современный мини-элеватор емкостью 5000 тонн зерна запустили в районе имени Габита Мусрепова. Новая сушилка может пропускать до 22 тонн в час. Все оборудование компьютеризировано. Установили здесь и технику для очистки зерна. Ее производительность 50 тонн в час. По словам руководства элеватора, своя база переработки позволит сократить сроки уборки урожая и количество занятого транспорта. Поскольку не придется возить зерно на далеко расположенные хлебоприемные предприятия. И к другим темам. Новая экономическая политика Казахстана – это глобальный шаг на пути вхождения нашей республики в 30-ку самых развитых стран мира. На международном экономическом рынке не оставили без внимания плавающей тенге. Своё мнение высказывают и североказахстанцы. Моя коллега Гульнара Кали побеседовала на эту тему с руководителем аппарата областного маслехата. Переход Казахстана к свободному курсу национальной валюты – мера необходимая и своевременная. Об этом говорят многие экономисты и не только в нашей стране, но и за её пределами. Их мнение разделяет руководитель аппарата североказахстанского маслехата. Наша страна, говорит Бейбут Муканов, должна реагировать на изменения внешнеэкономической конъюнктуры. У руководителей предприятий, местные власти, представители банковской сферы прекрасно понимают сложившую ситуацию и дают разъяснение. Ведь благодаря восстановлению конкурентоспособности страны мы сможем сохранить рабочие места на предприятиях, также социальные обязательства, пенсии, пособии, которые в любом случае выплачиваются своевременно. Казахстанцы не изменили свои приоритеты в условиях новой экономической политики, лишь скоординировали планы на ближайшую перспективу. Такое отношение свидетельствует о доверии граждан к правительству. Считаю, что в создавшихся условиях взаимопонимания между государством и народом наша страна сможет с честью и достоинством выйти, сложившись в ситуации, значительно улучшив свои позиции в мировой экономике. Можно сказать, что казахстанцы уверенно идут поставленным целям, считает Муканов. Мир и сплоченность в нашем государстве – важные условия на пути экономического, политического и социального развития. Гуляра Кали, Тимур Ахматурин, Новости МТРК. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Десятки новостей, многотысячная аудитория. 1 сентября, свой 17-й день рождения, отмечает муниципальный телеканал. Наша съемочная группа решила провести зрителей на кухне МТРК и показать один из рабочих дней творческой команды. О секретах самого смотрибельного канала региона прямо сейчас. 1 сентября – день знаний, праздник школьников и учителей. Мы, сотрудники МТРК, этого дня тоже ждем с волнением и трепетом. Повод особенный. Любимый канал отмечает свой день рождения. Сегодня нам 17. Телефонные звонки, стук клавиатуры. Насыщенный день журналиста начинается здесь. Поиск информации, встреча с респондентами, написание текста и его редактура. Все в режиме нон-стоп. Так рождаются наши материалы. Над ними, кстати, работают десятки сотрудников. Эти люди в кадре появляются редко. Но труд их не менее значим. Благодаря видеомонтажерам новость приобретает завершенный цельный вид. Все становится на свои места. После сюжет отправляют в эфирную. Это сердце телеканала. 10 секунд до эфира. Информационные выпуски, обзорные и тематические программы на русском и государственном языках. Нас смотрят тысячи казахстанцев. Из года в год МТРК оправдывает их доверие. Каждый день зрители включают свои телевизоры, чтобы узнать свежие новости. Кстати, иногда их интересуют не только события. Телезрители часто задают нам вопросы. А новости идут в записи? А как дикторы запоминают такие длинные тексты? Сейчас я открою этот маленький секрет. Это студия. Отсюда три раза в день в прямой эфир выходят наши ведущие. Сейчас у нас как раз есть пара минут, чтобы пообщаться с Денисом Сивковым. Он сегодня ведет дневные новости. Включены софиты и видеокамеры. Диктор готовится к эфиру. Все должно быть идеально и с первого раза, говорит Денис. Мы ничего не учим на самом деле. У нас есть суфлер, с которого мы читаем. Также у нас есть подводки в печатном виде, которые тоже мы читаем, если вдруг где-то запнемся или потеряемся. Но это на самом деле нелегко. То есть прочитать тоже нужно. Нужно справиться с волнением. Поэтому нужно все правильно донести интонационно, во-первых, до своего зрителя, чтобы он тебе поверил. 17 лет не возраст, говорит директор телеканала Евгений Сазанов. Но за это время МТРК заметно подрос. Все люди, которые пришли на этот канал, они были молоды, перспективные, амбициозные, не знающие опасности, верующие, что они правы, что они делают правильно все. Профессионалами становились в процессе работы. Получается, что профессионалами не рождаются, а ими становятся. Это как раз о нас. Сегодня коллектив по-прежнему молодой и продолжает развиваться. Дружная команда МТРК воплощает в жизнь самые смелые и амбициозные идеи. Иногда на грани возможного. В прошлом году в области в буквальном смысле прогремел масштабный проект «Я чемпион». Спортивное движение скоро станет республиканским, говорит Евгений Сазанов. Кстати, увидеть программу можно будет уже в сентябре на телеканале «Хабар» на русском и казахском языках. Ровно год назад мы начали вещать на весь Казахстан. У руководства канала еще много идей. 1 сентября мы, в принципе, двигаемся как канал. И первый эфир был 1 сентября, открытие, презентации. И каждый раз в сентябре телеканалы, такая традиция, они обновляют свою сетку, обновляют свой эфир, значит, свое оформление новым контентом. Ну, скажем так, в этом сентябре мы не успеваем, но я думаю, что в октябре, в ноябре уже мы покажем то, что, скажем так, от нас ждут что-то новое, креативное, интересное. Кстати, для тех, кто не успевает смотреть в прямом эфире новости и программы, есть сайт и собственная страничка в социальной сети ВКонтакте. Мы работаем, растем, развиваемся. Делаем все, чтобы вы, наши телезрители, смогли оперативно получать информацию о самых важных событиях региона. Александра Салмина, Желдусбек Ермуканов. Новости МТРК. Новый сезон КВН стартовал в Петропавловске. 30 августа, в День Конституции, на Центральной площади выступили самые веселые и креативные команды клуба веселых и находчивых. Искрометный юмор демонстрировали четыре коллектива, один из которых – ФИТ-ФМ. Он представляет наш регион на республиканском уровне. Шутки, миниатюры, забавные случаи из жизни. Североказахстанцы с удовольствием смотрели программу, смеялись. Что готовит новый сезон, пока остается тайной. Но организаторы заверили – будет очень весело. В сезоне в этом году планируется участие команд из всех районов нашей области, которые, пройдя предварительные этапы, потом будут состязаться непосредственно на международном фестивале, на Кубок Акима области, который состоится в ноябре этого года. А теперь новости спорта. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Петрокап» завершился. В двухмесячном противостоянии в борьбе участвовали 50 команд. Какая в итоге оказалась самой сильной? Узнаете из нашего материала. На поле футболисты в бордовых и черных футболках оспаривают бронзу турнира «Петрокап». Уже через несколько минут здесь же встретятся две сильнейшие команды чемпионата – «Динамо» и «Аделет-2». Это финал. Хотелось бы отметить, что турнир у нас не является коммерческим, соответственно, с игроков у нас не взымаются никакие взносы. Также особенностью турнира является то, что он под своим началом объединил все команды, молодежные футбольные команды нашей области. То есть у нас есть представители как из районных, так и городских команд. За первое место получает у нас команда «Победитель кубок» и сертификат на 80 тысяч тенге в магазине «Динамо». За второе место у нас сертификат в размере 50 тысяч тенге. И за третье место у нас будет сертификат в размере 30 тысяч тенге. И вот долгожданная игра. Футболисты в зеленой форме «Динамо» в белой «Аделет-2». Кто победит в последнем противостоянии, пока не ясно. Однако с первых минут игры футболисты присматривались друг к другу. Пытались найти изъяны в обороне соперника. Первыми открыли счет «Динамовцы». Гол забивает капитан Евгений Кошкин. Теперь «Аделет-2» необходимо собраться, чтобы отыграть пропущенный мяч. Но сумбур в обороне напротив привел к еще одному пропущенному голу. Вновь ворота «Аделетовцев» поражает капитан «Динамо». На двух забитых мячах футболисты в зеленой форме не останавливаются. До конца первого тайма забили еще один и тем самым обеспечили себе спокойный перерыв. Во второй 20-ти минутке футболисты смогли забить еще три гола. Ответить на это «Аделет-2» смог только двумя забитыми мячами. Итог матча 6-2. «Динамо» победитель «Петра Капа-2015». Команда «Аделет-2» хорошая. У нас всегда с ними в городе соперничество идет. Как сказать можно, это «Эль-Классика» наша. Дрелищная была, много народу было. Думаю, что дальше такие же турниры будут проводиться. Денис Сливков, Михаил Казначеев. Новости МТРК. В рамках 18-го тура первенства Казахстана по футболу среди команд Первой лиги Петропавловский Казалжар СК встретился с Семипалатинским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Карасай». Кто смог одержать победу и завоевать три очка, расскажет Денис Сливков. В 18-м туре Казалжару противостоит «Спартак» из «Семи». Соперник к этому матчу расположился на четвертой строчке чемпионата. У петропавловских футболистов дела немного хуже. Они на шестом месте. Однако Казалжарцы надеялись порадовать болельщиков и завоевать три очка. Но победить соперника оказалось не так-то просто. Гости играли в красной форме. С первых минут матча Казалжар начал действовать уверенно. Сразу провел быструю атаку, которая едва не закончилась голом. Однако футболисты в красном не из робкого десятка. Они смело перешли из обороны в атаку. И теперь уже отбиваться приходится к Казалжарцам. Надо сказать, что хозяева в ходе первого тайма сумели перехватить инициативу. И владели мячом больше гостей. Но до результативных атак и завершенных комбинаций не дошло. Страсти накалялись, футболисты перешли к грубой игре. И вот этот момент не остался безнаказанным для Спартака. Вердикт судьи – удаление и пенальти. Право открыть счет предоставили сенегальцу Эль-Хаджин-Дое. Вратарь гостей не сплоховал. Угадал, куда будет бить защитник Казалжара. Вот только болельщиков нашей команды это вовсе не порадовало. Интригующая первая половина игры завершилась со счетом 0-0. Думаю, что во втором тайме немножко усилят, тем более играют в большинстве. Победа должна остаться за нами. Жалко, что один метровый не добили, конечно. Но вообще-то наши вроде выглядят лучше. Из пяти ведущих нас клубов мы с тремя играем дома. Один из них – Спартак. Мы должны выигрывать. Вторая 45-минутка стартовала. И теперь игра на равных. Опасные моменты семипалатинцы создавали не меньше, чем петропавловские футболисты. Однако оборона двух коллективов в этом матче была в порядке. И несмотря на то, что спартаковцы играют в меньшинстве, нападающие Казалжара не смогли сломить их оборону и поразить ворота. Итог встречи 0-0. Во-первых, хочу принести извинения перед всеми болельщиками Петропавловского. Футбола за ничью, за то, что не смогли реализовать. Хотя сегодня все болельщики видели, что команда в желании нельзя было отказать ей. Команда пыталась выиграть. Следующая игра на стадионе «Карасай» состоится 19 сентября. Казалжар СК встретится с Востоком из Усть-Каменогорском. Денис Севков, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Вот такими новостями встретила нас с начала рабочей недели. Смотрите МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok О погоде на среду 2 сентября. День обещают ясным, без осадков. Ветер северный не более 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 13-15 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова